Привет, друзья! Это Егоров. Отвечу на 5 жестких вопросов, которые поступают мне в Инстаграме. Итак, первый вопрос об Амкале. Не собираетесь ли вы перенести клуб в другую страну? Ответ. Такие темы обсуждались. Но прежде всего, в другую страну действительно обсуждалось. Но исключительно гипотетически. Потому что мы прекрасно понимаем, что Амкал – это русскоязычная команда, которая играет для русскоязычной публики. У нас своя культура, свои традиции, свои шутки. У нас все свое. И мы не политики, мы не военные. Мы футбольные блогеры, творческие люди, которые ответственны в первую очередь за свою аудиторию. В основном юную аудиторию. А что видит сейчас эта юная аудитория? Эта юная аудитория видит ужасные ролики из Украины. Эта юная аудитория не понимает, что будет дальше. Она в том числе не понимает, за что, потому что эта юная аудитория испытывает на себе хейт. И повторю, все, что могут сделать люди, представляющие творческую профессию, это порадовать каким-то образом свою публику. сыграть для своей публики. Поэтому, конечно же, нет. Амкал никуда переезжать не будет. Хотя, повторю, могли бы. Могли бы уехать куда-нибудь в теплую страну, организовать там тренировочный лагерь и лежа у бассейна жаловаться на то, что, видите ли, не все в России могут прочитать наши посты в инстаграме. Но это безответственно. Поэтому Амкал, конечно же, останется в России. И отсюда следует второй вопрос. Он звучит так. Ну что теперь, кроме Казахстана, никуда и не поедете? А разве ездили куда-то раньше? Ну, конечно, была Германия. Один раз. А в остальном? Тот же Казахстан. Тот же Минск. Тот же Узбекистан. И поэтому вряд ли что-то изменится. Конечно, огромное разочарование, что срывается поездка в Англию. И, возможно, поездка в Голландию. Это действительно мог быть. Ваяж для того, чтобы наладить связи, узнать что-то новое, возможно, перенести это новое в Россию. Ну и вообще как-то познакомить публику с тем, что происходит там. Или рассказать тем, кто живет там, о том, что происходит в России. Да, трагедия, что такой возможности нет. Трагедия, я имею в виду сам факт на сегодняшний день, что происходит. То, что мы туда не поехали. Ведь, ну, если честно, какая Англия? Какая Америка? Не кажется ли вам, что Амкалу в первую очередь стоило бы съездить, ну, куда-нибудь в Карелию на родину Дениса Ивановича Зубко? Либо куда-нибудь за Ур... Да, мы были в Екатеринбурге, но куда-нибудь за Урал, ведь там тоже Россия, Дальний Восток. Или в другую сторону, на север. Очень много мест, где Амкала не было. И там же наши подписчики, там наша публика, там люди, в том числе, благодаря регистрациям которых в букмекерских конторах, блогеры Амкала получают деньги. И нужно, наверное, провести сначала вот этот вот чемпионат России для Амкала, познакомиться со своими людьми. Ну да, я упустил чуть-чуть Байкал, конечно, Иркутск. Да, нам нужно познакомиться сначала со своими людьми, но потом уже ездить и смотреть на Европу. Я думаю, так было бы честно, это мое мнение, хотя я повторю, очень жаль, что не получилось поехать в Англию. Третий вопрос. Как санкции бьют по тебе лично, в быту и везде? Я бы мог сказать, что они достаточно сильно бьют. Ну, действительно, часть денег сгорела. Естественно, не будет теперь монетизации на Ютубе, а это неплохие деньги. Непонятно, что будет происходить дальше с Инстаграмом, останется ли Ютуб, и на какие платформы мы будем переходить. Да, да, ну, это действительно не очень хорошо. Это не очень хорошо, это прям вот минимальный уровень того, что не очень хорошо. А вот если в какой-то момент лекарств не будет, все же сейчас боятся, кто-то там за сахаром бегает, да, в каких-то местах там нету, может быть, сахара, хотя в других его навалом. Да, можно было бы сказать, что такая атмосфера достаточно паническая. Но стоит ли паниковать, когда тут, честно говоря, снаряд летает не на твоей головы? Я думаю, что уж нам-то эти санкции вполне можно терпеть. Даже существовать внутри них можно. И если бы меня прямо сейчас спросили, давай мы тебя отменим, Ютуб, Инстаграм и все остальное, ну, прямо вот ты останешься жить с этими санкциями за железным занавесом, но там, с другой стороны, люди не будут страдать. Я бы отдал на Ютуб, Инстаграм и все остальное. Это во-первых. А во-вторых, ну да, санкции, но, честно говоря, вот сейчас говорят, ты там не понимаешь такое страдание. Ребят, я последние четыре месяца нахожусь в таком перманентном состоянии легкого ужаса. Ну, там, условно, началось все с колена. Я жил одной жизнью. Играл в футбол, получал удовольствие. Ты рассчитывал поехать в ту же Англию, поиграть в футбол перед полными стадионами, когда закончится ковид. А потом ты просто падаешь, третий раз рвешь крест и понимаешь, что, ну, скорее всего, вообще все закончилось. Ну, и плюс ко всему, надо начинать новую жизнь, потому что, ну, вряд ли ты когда-то сможешь играть в футбол. Тебе нужно постоянно будет мучиться с этой ногой. Так жизнь, можно сказать, делится надо и после. Потом, буквально через месяц, ты теряешь, возможно, самого близкого себе человека. Это мой дедушка, с которым мы очень были близки. Дальше, а дальше что? Ну, а дальше вот этот ужас в Украине. И, ну, что тут этот инстаграм? Мне его и так в январе еще заблочили. Непонятно за что. Так что, ну, санкции, санкции. Главная пока проблема, что я просто не могу сделать операцию на колени, потому что в России не берутся сейчас, в Италии готовы сделать. Но возможности простой, доехать до туда нет. Четвертый вопрос. Как тебе вообще хейт и все то, что происходит сейчас? У меня ответ один. Я про хейт говорю. Хейт логичен. Если бы, повторюсь, угрожала опасность моей жизни, я бы, ну, не удивлюсь, если бы я точно таким же, точно так же бы хейтил таких же людей, которые ничего не могут сделать. Да, это во-первых. Так что терпите хейт. Хейт – это не самое страшное. И хейт уходит в какой-то момент. Это первое. А второе. Типичная фраза. Я не политик, но в последнее время я смотрю очень много роликов. В первую очередь из Украины. И мне очень интересна фигура Алексея Арестовича или Арестовича. Не знаю, как правильно. Очень интересный человек. Теолог, философ, военный. Прекрасно владеет русским языком. У него очень приятный тембр. И формулирует он классно. И ты слушаешь его. Он советник Зеленского, естественно. И ты слушаешь его видео 4-х, 2-х летний, 2-х летний, 1-х летней давности. И понимаешь, что сейчас происходит, в общем-то, то, чего он хотел. И в чем он видел выход. Как будто не то, что есть какой-то договорняк, как в футболе. А как будто это прописанный сценарий. У Украины нет шансов на нейтралитет. Единственное, мы так или иначе сдрифуем в тот или иной надгосударственный военный союз. Только это будет либо Таежный союз, либо НАТО. В Таежном мы были, мне лично больше не хочется. В НАТО не были, давайте попробуем. На нейтралитет мы точно не удержим. Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО. И никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи. Которые выбирали не люди, а которые выбирали где-то там. В чем сценарий какой-то неизбежный? Опять же, я делаю вывод на основе прослушивания таких простых, спокойных лекций советника президента Украины. Ценой заступления НАТО с высокой вероятностью является полномасштабный конфликт с Россией. Или более масштабный конфликт с Россией, чем сейчас. Или последовательность таких конфликтов. Но в этом конфликте мы будем очень активно поддержаны Западом, вооружением, техникой, помощью, новыми санкциями против России, вполне возможным введением контингента НАТО, бесполетной зоной и так далее. То есть мы ее не проиграем. Это уже хорошо. И пока я могу говорить чуть ли не его словами. Вот и все. Ну а дальше давайте к вопросам попроще. И самый простой вопрос про Амкал. Это пятый вопрос. На нем мы остановимся, я думаю. Пятый вопрос про Амкал звучит так. Неужели Амкал не сыграет на МКС? Как сказал Краб? Я уверен абсолютно. Если тогда мы все еще сможем играть, то Амкал сыграет на МКС. Потому что где Амкал еще играть, как не на МКС? Просто сейчас образуется еще какая-то медийная лига. И я так понимаю, что может быть Амкал там не сыграет, потому что очень насыщенный график. Вы все знаете, что в ближайшее время Амкал едет в Сибирь. Потом еще по разным городам, в том числе и в Москве будет играть. И возможно просто календарь не совпадет. Поэтому Амкал, конечно же, сыграет на МКС. Ну и давайте бонусом еще один вопрос. Я видел, как сделать так, чтобы Амкал дружил с Тодротс. А кто сказал, что Амкал не дружит с Тодротс? Ну вот честно. Смотрите, вы включаете какую-нибудь игру. Рубитесь в фифу со своим товарищем. То есть до этого вы там ходили, хохотали. А здесь вы прям бесите друг друга. Потому что там что-то кажется, что как-то мяч он катает из своих ворот, как падла. Вы ему говорите, ну ты сука. Или в ответ он точно такую же какую-то тираду выдает на ваши действия, когда вы там забиваете несколько голов. Говорите, все, нечестно, эта игра вообще подстава. Все подкручено под тебя. Вот, да, в этот момент, в момент игры вы сретесь. Но потом, когда игра заканчивается, ну может вы еще чуть посретесь, но потом вы все равно остаетесь с друзьями. Я думаю, что в медийном футболе отношения Амкала и Тодротс примерно такие же. И это касается там перехода Эрик Яна и всего остального. В этом и суть игр. Игры заменяют войны. Это знаете, как дети, когда они играют в войнушки. Это не потому, что человек изначально воинственен. Нет. Это потому, что так купируется. Ну не то, что купируется, это выход, легальный выблеск эмоций. Лучше так, лучше в игре, чем по-серьезному. Ладно, это был Егоров. До новых встреч, друзья. Соблюдайте технику безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok